Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня хочу снять еще один маленький маленький ролик о слизнях, о коварстве слизней, о моей осенней борьбе с ними. Кто смотрит мои видеоролики давно, тот знает, что у меня вот только в этом году и в прошлом появилась такая проблема слизней. Я никогда раньше вообще не знала, что слизни могут принести столько проблем в огороде. Всегда относилась к ним очень лояльно, даже если видела где-то 1-2 экземпляр, я их не трогала, просто проходила мимо и все. И вот из-за моей такой снисходительного отношения к ним, они расплодились у меня в этом году до таких размеров. А, ну хочу сказать, что ни разу я их ни химикатами никакими не травила, ничего. Их стало столько, что уже ничем не смогла я с ними побороться. И вот в этом году, когда летом было очень трудно их найти или распознать, кругом же зелень, они под каждым листиком прячутся, все не будешь обшаривать. Сейчас, когда я убрала всю растительность с огорода, я хожу каждый день, выхожу и поднимаю вот эти предметы, которые у меня остались, вот у меня там поребрики бетонные, которыми пленку весной придавливаем, вот такие плашки. И когда я поднимаю, я каждый раз нахожу там целое семейство слизней. Вот видите, они какие. Потому что на улице ночью холодно, зелени уже нет, и они щемятся вот во всевозможные укрытия, вот такие вот, как под плашки, под всякие там, под кирпичики. А так как их не так много в огороде, я раз-раз прошла, подняла всех их. Я не собираю, я не посыпаю их солью, как делают некоторые, я просто их раздавливаю. Конечно, занятия, ну не из приятных, честно говорю. Но раньше, если мне было неприятно, то теперь, вспоминая, что это огромная угроза для моего урожая, я просто подхожу вот так вот и раздавливаю их. Вот Надюшка мне помогает. Но она мне бесполезна, она только играется. Вот ходим, давим слизни. Иногда я вот так просто раскладываю их и раздавливаю. Вот эта процедура, вот осенний сбор вот этих слизней, которые все лето безбедно прожили целую жизнь в моем огороде. Жрали помидоры мои все. Они также хотели перезимовать, чтобы на будущий год еще раз прожить еще одну прекрасную жизнь, сытую. В этом году я их всех раздавлю. В этом году было нашествие слизней. Начиная от монгольских карликов, которые на земле всегда лежат. Они их все пожрали. Потом начали забираться на высокорослые, на индотерминатные. И в конце осени, когда уже нижние два-три яруса было обобрано, были только наверху томаты. Я с удивлением обнаружила, что начали появляться дырки и на верхних, на четвертых, на пятых кистях. Вы представляете, это человеческий рост. Это значит, слизень способен за ночь забраться вот на такое огромное дерево. Для него это вообще огромное дерево, поесть, спуститься и спрятаться. И летом его найти. Ну, сложнее, потому что тут же везде зелень растет. А вот сейчас осенью я вам показала коротенько, как я хожу, поднимаю все. Даже специально, когда еще земля была не перекопана, укладывала несколько картонок, рядом ложила такие, ну, ненужные уже помидоры треснувшие, чтобы они на запах помидор пришли, поели, а на день под картонки спрятались. Потом приходила картонка, картонки поднимала. Вот они! Они сидят там прям целыми кучками, вероятно, обсуждают, у кого была помидорка вкуснее, какой сорт лучше, какой стоит на будущий год кушать, а какой, может быть, нет, от него нужно отказаться. Ну вот все, до свидания. Слизни они такие же, как люди, тоже выбирают, что повкуснее. Огород, где у него гатаматов, там, наверное, много и слизней, но у меня развелось их очень много. Пока!